Впрочем, владение идеоматикой языка программирования является значимой, но отнюдь не единственной необходимой компетенцией разработчика программного обеспечения. Еще одной инженерной практикой, владение которой демонстрирует высокий уровень культуры профессионального программирования, является владение так называемым рефакторингом исходного кода. Рефакторинг – это название систематической, предсказуемой по своим результатам и технологичной деятельности по изменению внутренней организации программного продукта без изменения внешней, наблюдаемой пользователем картины его поведения. Ключевое назначение рефакторинга – это продление жизненного цикла разработки продукта, то есть удлинение того периода времени, в течение которого в систему разрешено и даже приветствуется внесение изменений. Впрочем, изменения, которые вносятся в ходе рефакторинга, отнюдь не направлены на расширение функциональных возможностей системы. Основным назначением рефакторинга является упрощение ранее сделанных инженерных решений, оптимизация кода, изменение внутренних связей между элементами программной системы. Основной риск, связанный с рефакторингом как инженерной деятельностью, состоит в необходимости внесения изменений в де-факто работающий программный код. На сегодняшний день основным средством борьбы с этим риском являются современные инструментальные средства, которые предоставляют возможность автоматизации выполнения большинства рефакторингов. Если в былые годы каждый отдельный атомарный рефакторинг требовал от нескольких минут до часов кропотливой работы, то сегодня большинство изменений, связанных с составом классов, пакетов, пространств имен и т.д. занимает считанные секунды. На сегодня базовые приемы рефакторинга прекрасно описаны в литературе и интернет-источниках. В качестве способа описания рефакторинга на сегодняшний день наиболее распространен унифицированный язык моделирования. Хотя в литературе встречаются и примеры описания на языках высокого уровня. В частности, ставшая уже классической книга известного специалиста и автора Мартина Фаулера, посвященная рефакторингу, изначально была проиллюстрирована примерами кода на языке Java, а несколько лет назад переведена на язык Ruby. Один из примеров рефакторинга по Мартину Фаулеру, переименование метода, представлен на текущем слайде. Очевидно, что имя, предложенное программистами изначально и требовавшее глубокого понимания тех аббревиатур, которые были избраны для сокращения длины идентификатора, казалось не совсем удачным. И, избавившись от ненужных сокращений, мы получили гораздо более удобное для восприятия имя метода класса. Предложенные в уже упомянутой нами книге Мартина Фаулера приемы рефакторинга во многом обусловлены соображениями здравого смысла. В подтверждении этого достаточно взять еще один популярный свод правил объектно-ориентированного проектирования, который в 90-е годы был предложен Брайаном Футом и Уильямом Обдайком. Название статьи, в которой описан этот свод правил, находится на текущем слайде. Как видно, призывы использовать согласованные имена, предпочитать полиморфизм, множественному ветвлению и т.д. являются настолько элементарными советами и соображениями, что без труда попадают в большинство каталогов и сводов правил. Однако их пребывание там неявно указывает на то, что именно этими простыми советами многие программисты, к большому сожалению, пренебрегают. Как бы то ни было, рефакторинг, как инженерная деятельность, должен являться целенаправленным. Правильный выбор первоочередных целей для выполнения рефакторинга также является непростой инженерной задачей. В ее решении все чаще нам помогают средства статического анализа кода. В отличие от привычного большинства зрителей динамического анализа, заключающегося в привычном тестировании программного обеспечения, статический анализ выполняется без запуска программной системы на исполнение, а инструментом статического анализа чаще всего выступает специализированный инструментальный комплекс, а иногда просто компилятор с языка высокого уровня. Действительно, для того, чтобы обнаружить чтение из неинициализированных участков памяти, нарушение требований, связанных с безопасностью или переносимостью исходного кода, наличие висячих указателей и прочих неприятных ошибок достаточно использовать элементарные знания компилятора, которые у него появляются в процессе синтаксического разбора кода. Для более сложных задач могут использоваться специальные средства, например, система SonarCube. Но никакие, даже самые современные инструментальные средства не позволят оценить субъективное удобство конкретного исходного кода для его сопровождения конкретной командой специалистов. Тем более, речь не может идти о том, чтобы такой инструментальный статический анализ способствовал распространению знания обо всей кодовой базе среди участников команды разработки. В этом случае на сцену снова выступает человек. Задача по статическому анализу силами разработчиков приобретает форму персональной оценки или инспекции кода, которую часто на английском называют Code Review. Задачи у такой практики могут быть самые разнообразные. Однако, помимо сугубо технических аспектов, перед такой инспекцией кода должны ставиться и организационные задачи, связанные с передачей информации, знания о лучших и не самых лучших практиках в решении конкретных алгоритмических и иных задач разработки. Залог успеха такого статического анализа силами команды специалистов является регулярность, ответственность и контроль за исполнением этой деятельности. В таком случае, по прошествии нескольких месяцев, полугода или года технических советов с регулярным обсуждением результатов проведенной инспекции, мы получим захватывающий эффект. Команда начнет делиться не найденными ошибками, а находками, которые будут указывать на совершенно потрясающие примеры решения тех или иных задач кем-то из специалистов, кто, возможно, уже об этом забыл или не счел необходимым поделиться со своими коллегами. И если путь до вау-эффекта от регулярного применения инструментального и ручного статического анализа кажется вам неблизким, то приведем несколько цифр, которые показывают, что статический анализ и другие полезные инженерные практики являются прекрасным фильтром, который не позволяет выпустить в тестирование продукт, насыщенный какими-либо дефектами. При регулярном статическом анализе большинство ошибок в исходном коде обнаруживается и, соответственно, исправляется еще на стадии разработки. По данным авторитетного отчета в области управления качеством программного обеспечения, статический анализ кода сам по себе позволяет избавляться от одной, а то и двух из трех ошибок в кодовой базе. Иногда эффективность статического анализа в деле снижения дефекта емкости кодовой базы достигает уровня 85%. Обратившись к самому отчету, вы найдете в нем таблицы, которые указывают, насколько можно повысить эффективность статического анализа или инспекции исходного кода за счет его использования совместно с другими практиками, которые также перечислены на нашем слайде. Совместное применение четырех инженерных практик позволяет достичь фантастической отметки в 99%. Будучи нацеленной в первую очередь на выявление тех или иных целей для последующего рефакторинга или оптимизации исходного кода, инспекция может приводить к обнаружению и различных антишаблонов в дизайне программной системы. Чаще всего такие антишаблоны или грязные техники достаточно элементарны по своей сути и оттого еще более обидны в реальном промышленном коде. Некоторые примеры таких грязных техник приведены на данном и следующем слайде. О большинстве представленных грязных техник мы в той или иной степени уже говорили. Так, божественные объекты явно нарушают принцип единственной ответственности SRP. Что же касается магических констант, то, пожалуй, наиболее строгое отношение к ним зафиксировано в соглашениях о кодировании на дружественном к нам языке Java. Это соглашение мы также можем взять на вооружение. Согласно предложениям Sun, а впоследствии и Oracle, в исходном коде на языке Java запрещено использовать какие бы то ни было числовые литералы, за исключением нуля, плюс и минус единицы. Все остальные значения должны определяться отдельно, как константы, и использоваться только по их символическим именам. В свою очередь, жесткий код доставляет немало хлопот при конфигурировании системы, а загадочный или криптокод делает крайне сложной задачу сопровождения и развития кодовой базы. Впрочем, не меньше проблем при развитии системы доставляет и мертвый, недостижимый код, или код, который добавлен в систему про запас, либо в экспериментальных целях. Особое внимание необходимо уделять ситуациям, которые могут приводить к возникновению непредсказуемого поведения или поведения, зависящего от внешних факторов, будь то реализация компилятора, платформа и т.д. Подобные ситуации должны полностью исключаться, а код должен всегда исполняться предсказуемо и ровно так, как он запрограммирован. Завершая наш разговор о грязных техниках программирования и антишаблонах в исходном коде, приведем перечень наиболее распространенных логикосемантических ошибок. Такая статистика ведется уже многие десятилетия и неоднократно упоминается во многих авторитетных работах по качеству программного обеспечения. По сути, начатый нами ранее разговор о проблемах качества программного обеспечения поднимает вопросы, которые на сегодняшний день стали гораздо актуальнее, чем одно или два десятилетия назад. Причина этого заключается в расцвете диаграммных графических языков моделирования программного обеспечения, активного внедрения разнообразных кейс- и ALM-инструментов, появление все новых методологий разработки, которые по своей сути носят итеративный характер и преследуют цель как можно более раннего вывода продукта на рынок или в опытную эксплуатацию, и так далее, и так далее. За всем этим вопросы качества становятся гораздо важнее, чем это было при разработке методом водопада на одном из классических языков, будь то ADA, COBOL или стандартный C. Как вы уже поняли из нашего предыдущего обсуждения, понятие качества в программной инженерии, безусловно, выходит далеко за пределы того минимального классического определения, которое дает этому понятию стандарт ГОСТ ISO 9000. В частности, в мире IT нас интересует качество с точки зрения пользователя, отражающее функциональные и нефункциональные требования к системе, и с точки зрения программиста, отвечающая, например, на вопрос о том, насколько удобно сопровождать и развивать систему на протяжении ее жизненного цикла. Именно в связи с этим мы должны провести водораздел между статическим качеством, качеством для программистов, и динамическим качеством, например, качеством для пользователей. Впрочем, независимо от того, ведем ли мы речь о структурном или статическом, либо функциональном или динамическом качестве, речь рано или поздно зайдет о таких привычных, но очень важных вещах, как риски и затраты проекта. По этой причине необходимо учиться управлять качеством программного продукта, стремясь к его качеству непрерывному повышению. В контексте разговора о качестве программного обеспечения нельзя обойти стороной понятие модели качества программных продуктов, которая закреплена одним из международных стандартов, принятых и действующих на территории Российской Федерации. Речь идет о модели качества, описанной в стандарте ISO 9126, который был локализован в России под тем же номером. Модель качества программного обеспечения, согласно ГОСТ ISO 9126, имеет многоуровневую структуру. В ее рамках выделяются цели, атрибуты и метрики качества. Впрочем, международные инициативы по созданию и стандартизации новых, более актуальных моделей качества программного обеспечения также не стоят на месте. В свете этого мы рекомендуем нашим уважаемым зрителям по возможности найти и ознакомиться с новыми международными стандартами в этой сфере, выпущенными международной организацией по стандартам совместно с Международной электротехнической комиссией. Названия и номера этих стандартов представлены на текущем слайде. Названные стандарты 25000 и 2500010 вводят так называемую модель качества Square, которая, в свою очередь, определяет пять основных желаемых структурных характеристик программного обеспечения. Безусловно, каждая из структурных характеристик имеет определенное отношение к рискам, связанным с использованием программного продукта. Однако риски, напрямую влияющие на конечного пользователя, конечно, в первую очередь ассоциируются с показателями надежности. Понятие надежности отражает устойчивость системы к возможным ошибкам, сбоям, нештатным ситуациям в ее работе. Надежная система, другими словами, робастна. Оценка и мониторинг надежности, разумеется, производятся на стадиях опытной или промышленной эксплуатации системы. Однако основы надежности закладываются на стадии разработки архитектуры и исходного кода. Для большинства по-настоящему востребованных информационных систем актуальным является вопрос их эффективности. Чаще всего эффективность программного обеспечивания оценивается предельным временем отклика или типовым либо предельным временем выполнения тех или иных основных или критических операций. Особенно актуальным вопрос эффективности становится для высокопроизводительных и высоконагруженных систем, работа которых зиждется на вычислительно-емкой алгоритмической базе. Структурная характеристика безопасность, как следует из ее названия, указывает на защищенность системы и ее способность противостоять нарушению или взлому ее защиты. Безопасную систему характеризует отсутствие в ней как минимум критических уязвимостей. Работа по построению безопасной системы начинается с соблюдения таких элементарных рекомендаций, как обязательная проверка поступающей информации или защита от SQL-инъекций. В пределе работа по построению защищенной информационной системы затрагивает наиболее сложные теоретические и практические аспекты информационной безопасности, а потому выходит за пределы компетенции типового программиста или программного архитектора. Для работы по созданию защищенной безопасной информационной системы необходимо привлечение смежных специалистов, которые в свое время сделали такую работу своей профессией. Четвертая структурная характеристика в рамках модели Square критерий удобства сопровождения носит интегральный характер и отражает простоту адаптации, конфигурирования, настройки, переноса, эксплуатации программной системы как силами одной команды, так и силами нескольких команд, последовательно передающих продукт друг другу. Для обеспечения удобства сопровождения необходимо стремиться к легкости исходного кода, простоте его чтения, ясности описания самого кода, архитектуры информационной системы, отсутствию грязных техник и антишаблонов как на уровне исходного кода, так и на уровне микро- и макроархитектуры решения. Заключительно пятая характеристика качества программного кода, его размер, хотя и не имеет в буквальном смысле отношения к самому понятию качества, дает возможность оценивать и проводить анализ как ретроспективы, так и перспектив разработки. Будучи индикатором прогресса проекта по созданию программной системы, размер кода может оцениваться как в количестве логических или физических строк исходного кода, так и с применением таких распространенных метрик, как количество созданных артефактов, будь то модели, таблицы, классы, компоненты, пакеты и так далее. Предложенные в стандарте 91.26 метрики качества программного обеспечения дают богатую пищу для размышлений. К примеру, такой наглядный, количественный, измеримый параметр, как соотношение числа проведенных тестов к числу запланированных указывает на то, что на качество программной системы можно влиять, не затрагивая при этом ее код и архитектуру. В отличие от многих других структурных характеристик программного обеспечения, количественно измерить сложность программной системы долгое время не удавалось. На протяжении многих лет предпринимались различные безуспешные попытки предложить измеримую метрику сложности, и на сегодняшний день эти попытки представляют, к сожалению, лишь исторический интерес. Единственный известный на сегодняшний день наиболее успешной попыткой оценить сложность программного обеспечения была попытка, отраженная в статье 1976 года за авторством Томаса Маккейба. Маккейб ввел в оборот понятие цикломатической сложности программы, основанное на теоретико-графовой интерпретации управляющего пути или пути ее исполнения. Сегодня понятие цикломатической сложности эффективно используется для надежной и однозначно интерпретируемой количественной оценки сложности, процедур, функций, методов классов, да и самих классов в объектно-ориентированном программировании. Если осознанно снизить уровень наших требований к способу количественной оценки сложности программного обеспечения, то вполне рациональным может оказаться подход, основанный на косвенном или опосредованном восприятии такой сложности самими участниками процесса разработки продукта. Код будет восприниматься как несложный при соблюдении ряда условий. Несложный код является лаконичным, модульным, он следует заранее разработанным соглашениям о кодировании и оформлении кода в частности. Он демонстрирует примеры хорошего тона в деле реализации архитектурных шаблонов, в нем отсутствуют грязные техники, сам код слабо связан и хорошо задокументирован. Пожалуй, одним из самых доступных способов снижения объективно измеримой или субъективно воспринимаемой сложности программного обеспечения является его предварительное проектирование. Предварительное проектирование системы это яркий пример архитектурной работы. В ходе этой работы решаются такие специфические задачи, как выбор архитектурной метафоры, архитектурного стиля, подхода к описанию архитектуры на одном из архитектурных языков. К сожалению, все эти вопросы лежат далеко за пределами нашего видеокурса. Тем не менее, мы искренне верим в то, что наши уважаемые зрители заинтересуются ими и возьмут их на самостоятельное изучение. Что же касается направляющей силы такой архитектурной работы, то ею является попытка достичь желаемых уровней показателей качества архитектуры программной системы. О многих показателях такого рода мы уже говорили. Это гибкость, простота настройки, модульность, связность, сфокусированность, пригодность к повторному применению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова